Лыжный десант неравнодушных ребят так называют группу молодых людей, которые каждый год отправляются в далекие уголки Кировской области, чтобы почтить память воинов погибших в годы Великой Отечественной войны. Каким образом ребятам удается напомнить людям о войне, узнала наша съемочная группа. Военные танцы, душевные песни и стихи. Такие номера ребята из лыжного десанта «Красная гвоздика» исполняют на каждом своем концерте. Идея чтить память погибших в годы Великой Отечественной войны возникла еще в 1977 году. Тогда группа туристов отправилась в свой первый агитационный поход с возложением самодельных венков и минутой молчания. С тех пор на бахту памяти группы добровольцев ездят каждый год. Людмила Зубарева о десанте узнала от друзей еще три года назад и тут же поспешила вступить в ряды добровольцев. Считает, что сейчас именно на плечах молодежи лежит ответственность за сохранение памяти о страшном периоде нашей истории. В первую очередь для меня лично это, естественно, донести людям, что нужно помнить о павших войнах, что память о них, она вечно, они не должны кануть в века. Более 60 лет прошло после окончания Великой Отечественной войны. Самой страшной и кровопролитной за прошедшее столетие. Командир группы Василий Леушин один из самых опытных туристов. Вагит походы по области ходит уже больше 10 лет. Именно он составляет маршрут движения и договариваться с деревенскими жителями о ночлеге. Ведь добровольцам приходится в сутки преодолевать десятки километров. Однако, уверяют ребята, главная цель похода заставляет забыть о неудобствах. Для меня был важен сам поход, как поход в туристическом мероприятии. Но, когда я стал ходить в Десант Красной Гвозди, как год от года, я понимал, что для меня основной частью, основной составляющей остается все-таки то главное, что мы делаем. Это память. Память о войнах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Кстати, кроме солдат, погибших 60 лет назад, вспоминают и воинов, павших в Чечне, Афганистане, а также при терактах. Каждый день участники на лыжах переходят из села в село и дают концерт за концертом. Поход занимает почти 10 дней. За это время ребята успевают посетить несколько деревень. В этом году о войне вспоминали в Санчурском районе. За чувства, ставшие с тобой, застарливые любые чувства. В феврале следующего года десант Красная Гвоздика планирует отправиться в последние неохваченные до сих пор районы области Вятскополянский и Кикнурский. Елизавета Халикова, Алексей Стахеев, Бюро новостей Давича.